всем привет это четвертый урок шкатулки полезности от факультета рукоделия в котором мы научимся вязать резинку смотрите этот образец мы вязали на прошлом уроке и если быть точнее мы вспомнили как вяжутся лицевые петли научились вязать изнаночные петли и вязали поочередно ряд лицевых петель затем ряд изнаночных в итоге у нас получилось чулочная вязка с одной стороны у которой лицевая гладь а с другой стороны изнаночная гладь если вы не видели первые уроки или хотите их повторить разверните описание под видео и переходите по ссылке в школу вязания так вот чтобы у нас получилась резинка нужно также чередовать лицевые и изнаночные петли только не рядами а поочередно в одном ряду давайте начнем наберите самостоятельно на спицы 15 петель у меня они уже набраны берем вязание в руки накидываем нить на палец и снимаем первую кромочную петлю как я показывала в прошлом уроке помните что кромочные петли мы снимаем для того чтобы был аккуратным боковой край изделия первую петлю мы провяжем лицевой завели спицу слева направо захватили нить и сняли провязанную петлю правым указательным пальцем придерживаем петли на спице следующая петля будет изнаночной для этого мы должны нить завести перед работой заходим спицей справа налево в петлю захватываем нить обвивающим движением и снимаем эта петля будет лицевой вспоминайте как вяжутся лицевые и изнаночные петли мы с вами уже умеем их вязать следующую петлю провязываем изнаночной снова лицевая и изнаночная снова лицевая изнаночная и опять лицевая и изнаночная давайте я побыстрее провяжу оставшиеся петли до конца ряда так и нужно чередовать петли лицевая изнаночная и последнюю петлю я провязываю лицевой то есть по рисунку почему так я рассказывала в прошлом уроке это мы связали первый ряд резинки один на один и называется она так потому что мы чередуем петли по одной следующий ряд и все остальные будем вязать по рисунку сейчас объясню что это значит снимаем первую петлю как я вас учила нить уводим за работу смотрим на рисунок первой петли и видим галочку так выглядит лицевая петля значит и провязывать здесь мы будем тоже лицевую петлю следующая петля выглядит как бугорок это изнаночная петля то есть в прошлом ряду мы провязали ее лицевой но когда повернули работу она превратилась в изнаночную и так все петли перекидываем нить вперед и провязываем здесь изнаночную петлю смотрим дальше петля как галочка значит вяжем лицевую то есть вы уже поняли наверное что когда мы смотрим на рисунок и вяжем такую же петлю это и называется вязание по рисунку когда вы начнете вязать то часто будете встречать в описаниях и мастер-классах эту фразу например второй ряд вяжем по рисунку значит там где мы видим изнаночные вяжем изнаночные петли где видим лицевые провязываем лицевые петли видим галочку вяжем лицевую видим бугорок вяжем изнаночную все просто по рисунку вязать несложно вы всегда будете видеть какую петлю надо провязать и не запутайтесь сейчас я провяжу еще несколько рядов и вернусь к вам показать как должна выглядеть такая резинка и так у меня получилось вот такая ровная резинка надеюсь что и ваша резинка выглядит так же смотрите столбики лицевых петель как будто выдвинулись вперед а между ними спрятались столбики изнаночных петель за счет этого получается эффект резинки и полотно хорошо тянется если мы сравним образец лицевой гладью и образец резинкой то увидим что их ширина отличается петель в обоих случаях было набрано одинаковое количество такой эффект резинки компактно держать свою форму и при этом хорошо растягиваться используют для оформления низа изделий рукавов и горловины часто резинка вяжут начало шапки или всю шапку целиком но петли в резинки могут чередоваться не только один на один но и два на два три на три и так далее кроме того бывают более сложные резинки с накидами или вытянутыми петлями например сегодня мы разберем еще резинку два на два смотрите если у нас будут чередоваться две лицевые и две изнаночные значит раппорт узора или другими словами повторение узора будет четыре петли значит для образца нам нужно набрать количество петель кратное четырем плюс две петли кромочных я набрала 16 петель и 2 кромочных петли начинаем вязать накинули рабочую нить сняли кромочную петлю чтобы получить резинку 2 на 2 мы вяжем первую петлю лицевой вторую тоже лицевой далее перекидываем нить перед работой вяжем изнаночную и еще одну изнаночную получилось 2 лицевых 2 изнаночных снова 2 лицевых и за ними 2 изнаночных так чередуем до конца ряда 2 лицевых 2 изнаночных последнюю кромочную петлю я провязываю лицевой во втором ряду снимаем кромочную петлю и смотрим на рисунок у нас идут две галочки значит вяжем 2 лицевых дальше видите два пугарка значит вяжем 2 изнаночных петли то есть точно так же как и в резинке 1 на 1 смотрим на рисунок и вяжем по рисунку вот видите 2 лицевых 2 изнаночных и 2 лицевых 2 изнаночных сейчас я довязываю этот ряд до конца потом еще провяжу несколько рядов чтобы показать вам готовую резинку 2 на 2 и вот так выглядит резинка 2 на 2 в ней точно так же лицевые петли вышли на первый план а изнаночные петли спрятались между ними она имеет отличное растяжение и прекрасно держит форму выглядит такая резинка более интересно если она и вам понравилась можете ее использовать для оформления своих будущих изделий на сегодня урок окончен надеюсь что вам были понятны мои объяснения встретимся в следующем занятии следите за выходом новых уроков в школе шкатулка полезностей от факультета рукоделия и Продолжение следует...